Камера, мотор, начали! Привет, Тимур! Привет, Вадим! Доброе утро всем, кто встречает этот день с первым канала. С вами Тимур Соловьёв на календаре пятницы, 19 августа. Спасибо, что пришёл. Спасибо, что позвал. Сразу начну с признания и откровения. Это мой первый в жизни подкаст. Говорят, как первый подкаст и первый поцелуй запоминаются на всю жизнь. Поэтому надеюсь, что это будет удачный опыт. Давай перед тем, как мы начнём, хочу узнать, есть ли какая-то у тебя техника или какая-то у тебя, может быть, гимнастика. Мы сделаем буквально 10 секунд какого-то упражнения твоего самого любимого. Ты знаешь, я как раз совсем недавно давал большой такой мастер-класс управляющим такого средне-высшего звена. И тоже как раз вспомнил, что я рассказывал, что один из секретов удачного выступления, так или иначе, это является артикуляционная разминка. Потому что, если мы представим, что мы приходим на тренировку и не разминаемся, то, соответственно, мы либо можем травмироваться, либо, скорее всего, наши успехи будут не максимальными. Поэтому каждый человек, который хочет успешно выступать, неважно, это собеседование, это зум-сессия с коллегами или просто экзамен. Это очень важно. Размяться вы делаете? Размяться, да. Ну, всё начинается с губ всегда. То есть понятно, что у нас есть эти резонаторы, есть в лице, есть диафрагма, есть гортань. Но с губ это самое простое упражнение. Можно начинать с покусывания. Главное — нагнать в губы кровь. Мы покусываем губы, чтобы они были такими гибкими. Так у тебя, я понял. Да, гибкими и красивыми. Дальше потом упражнение называется «Уточка». Ты сначала полностью вытягиваешь губы, пытаешься достать до носа, вот так вот. А потом максимально типа улыбаешься, чтобы достать как будто до мочек ушей. Так, потом можно... Упражнение называется «Пробка». Твоя задача, да, зазвучать именно как пробка. Потом упражнение «Поцелуй». И, ну, собственно, всё. Ну, боже, всё, что ты делаешь, это красиво. Это для губ. Это для губ. Дальше, ну, дальше ещё огромное количество упражнений. Одно моё любимое — это берёшь кончик языка к нёбу, вот между зубами и нёбом на стыке, и начинаешь вот кончиком медленно по нёбу вести аж до гортани. Языком? Да. До гортани? Да. Первый признак, что ты сделал это правильно — ты зевнул. Если ты зевнёшь, значит, ты сделал это упражнение правильно. А, вести именно. Да, вести, вести медленно. Вести, вести, вести. Не понял. Ты расслабляешься. Не понял, ещё раз. Кончиком? Кончиком языка ты стоишь у зубов, а начинаешь вести дальше по гортани медленно до самого горла. Это не сразу даётся, это годы тренировок. Ну ладно. Я зевну. Скороговорки всякие. Ловко лавируя в ларингологии, лекарь-ларинголог, легко излишёл ларингиты. Гриша Гринки грел на грелке, бомбардировал Бранденбург. Разнервничавшегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировавшегося в Константинополе. Да. Слушай, а знаешь, что я заметил? Что ты, когда говоришь, у тебя довольно расслабленное лицо. То есть у тебя нету таких вот каких-то жеманностей, нету сильной артикуляции, у тебя довольно расслабленное лицо, и ты практически не открываешь рот, но при этом у тебя очень чёткий звук и очень чёткая артикуляция. Ну спасибо, это приятно. Мне, потому что я, когда смотрю на себя со стороны, я делаю это редко, потому что мне в основном не нравится, что я вижу, мне кажется, что я говорю очень быстро и очень непонятно, и поэтому я иногда даже думаю, как люди понимают, где надо посмеяться или как-то отреагировать. Но, кстати, это был мой вопрос. Вот скажи, насколько критично ты относишься к себе, когда видишь себя на экране? Я думаю, рискну предположить, что люди, которые занимаются моей профессией, но вообще в целом выступают перед публикой, они максимально самокритичны. Я смею на это надеяться. Иногда даже болезненно самокритичны. Может быть, поэтому и случается какой-то у тебя рост, потому что если ты не будешь самокритичен, если ты не будешь анализировать себя, особенно первые годы работы, а мои первые годы работы, это было лет 10 первых, когда я приехал в Москву, это был просто постоянный такой до тошноты самоанализ, даже граничащий где-то с самоедством. Поэтому, конечно же, я к себе относился максимально критически, и потом, когда я вот такая критическая масса накопилась, вот этих работой над собой и изучения ошибок, я стал смотреть гораздо меньше, и сейчас стараюсь, не то что стараюсь не смотреть, но я просто редко когда где-то на себя попадаю, а так, чтобы специально пересмотреть, такого, наверное, вообще больше нет. То есть нет такого, что включаешь запись, и смотрю себя, и смотришь себя, и хорош, я хорош. Иногда, когда бывают у нас ляпы в прямом эфире, мы специально заходим в интернет-трансляцию, отматываем и смотрим, что попало в эфир, а что нет, потому что, так как мы работаем все время в прямом эфире, программа Доброе утро на Первом канале единственная программа на отечественном телевидении, которая выходит в прямом эфире, все остальное запись, знайте, конкуренты. Поэтому ты иногда не знаешь, что прошло по звуку, что прошло в кадре, потому что часто у нас идет задержка, то есть тебе могут дать команду, и она, и... А ты уже будешь в этот момент в кадре, но это специфика прямого эфира. Понятно. Вот, и иногда вот только вот такие моменты мы пересматриваем, типа такие, ну что, сегодня там нам вставят, руководство за какие-то вещи, вот, а так, чтобы отдельно на себя смотреть, наверное, нет. А был момент, когда ты после 10 лет, вот всей этой работы, такой провел эфир, или посмотрел себя где-то, и такой потом, а вот здесь и хорош, а вот так мне надо делать. Вот именно одного какого-то момента скорее не было. Так как у меня просто было огромное количество непосредственно практики, то в конце концов, вот это вот количество, оно стало переходить в качество. У меня даже, ты знаешь... Автоматически. Да, автоматически. У меня основная вообще даже претензия была к себе нисколько к эфирам, потому что с ними как-то я с самого начала, ну, более-менее у меня получалось, да. У меня была претензия именно к тому, как я провожу мероприятия корпоративные какие-то, и работаю на публику. Этого я совершенно не умел. И это меня вгоняло в дикую фрустрацию, потому что после каждого такого мероприятия я как бы не чувствовал, что, ну, я владею публикой. И я просто помню моменты, ну, постоянно я был не то что в депрессии, ну, вот, да, фрустрация – правильное слово, то есть такое внутреннее разочарование. И я помню, что это было очень долго, и я уже в какой-то момент прям реально думал, ну, наверное, это не мое. Тимур, ну, давай ты займешься чем-нибудь другим, потому что, ну, скорее всего, что, ну, как бы, ну, не пойдет этим. Ну, слишком долго. И вот в тот момент, в тот самый момент, когда я подумал, что все, слишком долго, и как бы отпустил эту ситуацию, вот в тот момент начало приходить, наверное, что-то сверху, что как бы начало получаться. Но это было очень долго. У тебя, как вот, у ведущего, был момент, когда ты перед зеркалом репетировал? Вот, например, ты знаешь, что у тебя вот с этой стороны, с левой очень хорошо все смотрится, справа не очень. Если я опущу нижнюю губу ниже, вот и говорить не очень красиво. Если подняла верхняя губа, это чуть лучше. Если я буду смотреть внимательно, это будет так. И если я еще поверну голову, лучше я чуть вытащу плечи. Перед зеркалом никогда не репетировал. Я какие-то вещи, вот когда я смотрел на себя, я видел, что, о, Баскаде, как я таращил глаза, ой, как я невнятно говорю. Да, то есть ты анализировала, ты смотрела, анализировала себя, то, что тебе лично не нравилось, и тебе казалось не очень красиво. Жестикуляция, и так далее. А вот ну в зеркале никогда. Как зеркали? Я не знаю. Кто-то, наверное, так делает, может быть, работает, просто у меня вот такого практики не было. То есть ты смотрел на свои видео, смотрел, что тебе не нравится, и менял. Что было такого, что у тебя было, может, какой-то тик у тебя был. еще я смотрел на людей и я как бы такой типа видел что мне у них нравится я пытался по поводу не тика по поводу вообще я до сих пор и всю жизнь с этим борюсь на не могу порция реально вижу что я суту деревообразные движения руками вот ну наверное уже как-то просто пора на нас этим смириться но я иногда хожу на растяжку я даже пытался ходить на танцев чтобы стать более пластичным сколько лет тебе понадобилось для того чтобы ты чтобы я сказал да я могу сказал ты можешь да и чтобы вот ты внутренне поверил себя 8-10 лет в москве он прибывал это это прилично у меня не было других вариантов они у меня были но у меня есть там я еще потом учился на режиссера до заканчивал курсы но в целом все равно сном основной моей профессии все всегда было телеведущие но и ведущие мероприятия поэтому ну и мне не как бы мне еще не было одно время машины я тогда может пойду по таксу и у меня не было опыта вождения автомобиля по москве в общем поэтому вариантов действительно практически не было только идти вперед да я встретил недавно в такси актера который снимался в сериале дмб я сериал я знаю кино дмб две части оси а был и сериал да вроде было сериала там фильм дмб знаю хорошо потому что его часто пересматриваю вот и там есть персонаж я не помню как его зовут там был два бандита было да улукбек мулу максуд по моему да и такой один более низкие его зовут и не за которого вырубили и мы в такси с человеком и мы что-то разговорились когда я закончу работать такси когда вернусь в свою профессию игре в какую и все и понеслось ими рассказал все как он раньше работал актером как он попал в такси очень обработал актером это не было эпизодическая роль нет актер он снимался еще с ефремовым который старше ефремов блин вот эти печальная история потому что это такая зависимая профессия так много зависит от случая абсолютно тоже я в тот момент когда мне тоже вот ничего нет как бы не особо не получалось его реально понимал что как же это зависимо я так хотел быть независимым вопрос тебе такой как ты считаешь попадание твое на телевидении это все-таки случай или это вот этот упор на работу по которой ты говоришь сочетание что это это очень классный вопрос который о котором я очень долго над ответом на который очень долго думал у набокова есть такая замечательная фраза мне она очень нравится называется она звучит так случайность это логика фортуны я думаю что какая-то логика в том что если ты долго идешь за своей мечтой она сбывается есть ну то есть если бы я вел какие-то курсы по как сказать мотивационные курсы я бы обязательно сказал что если вы будете преследовать свою мечту ей просто некуда будет от вас деться и в этом есть правда потому что если ты очень много энергии прикладываешь куда-то мы все об этом знаем в любом случае рано или поздно что-то произойдет не обязательно что достигнешь пика мечты нас точно это будет какое-то созидание поэтому моем случае в моем случае простите за тавтологию случай конечно же то есть тоже имеет ключевую играет ключевую роль начну с того что как вообще попал на телевизор я заканчивал филологический факультет и я по специальности преподаватель зарубежной литературы естественным преподавателем я работать не хотел мой папа просто сказал однажды даже не он даже не вникал чем я занимаю чем я хочу заниматься какое мне хобби увлечение он просто говорит вот есть набирают там на телеканал ведущего такая маленький телеканальчик там была студия типа не знаю как вот вот четверть это нашла с тобой кабинета и я говорю ну ладно я сходил я на удивление я прошел единственно у меня были какие-то очень очень длинные волосы единственно вам нужно будет подстричься я говорю хорошо и к естественно следующий день меня постригли абсолютно коротко под новостейного ведущего и моя бабушка это новости были когда это были новости каждого часа то есть ты как пять минут ты выходил рассказывал где протекла крыша где там сняли кошку с дерева в общем я сам себя красил таким кремом балет был такой крем что за крем крем-балет вот они вылезут вы не знаете что крем-балет называется крем это не тональность этот аналина тональник она на тональность крем-балет я просто что вот он так назывался у нас не было гримера естественно и вот сам я это все делал бабушка была очень довольна потому что во первых я постригся как она хотела во вторых я носила галстуки она мне подарила это про случай ну то есть не скажи мне отец пойди попробуйся вот это вот твоя первая часть окей вот ты вот вот я на телеке я веду дальше а дальше смотри тут вот а дальше уже все как бы пошло по накатыны ну во первых я понял о мне нравится то что я делаю то есть я первый раз подумал мне нравится этим заниматься не нужно ходить в офис мне в целом прикольно а сколько тебе было лет тогда но это был пятый курс университета нет начала нравится и как только мне это начало нравится я как человек амбициозный казалось амбициозный человек я подумал а вот ну грубо говоря человек когда начинает заниматься спортом он сразу начинает думать а ну а что самое крутое в спорте ну типа там золотая медаль олимпийских игр и у меня ну вот какая золотая медаль олимпийских игр в моем случае я хочу работать на первом канале а тогда еще была такая крутая реклама команда первого не помнишь они так красиво впереди шел в середине шел константин львович и вокруг шли вот эти супер ведущие там может по-моему тогда не помню был ли урден может быть уже тогда был боюсь соврать но я помню что это вот команда 1 там как-то она ассоциировалась нас форму 1 и я реально понимал что это высшее лига телевидение и в тот момент когда я понял что мне хочется заниматься этой профессии это прошло 2-3 месяца значит я должен работать на первом канале да ну вот и с тех как бы вот с тех пор все вот шло очень непросто к этому и разными окольными как он и дальше ты поехал москву я услышал узнал что есть такая акция стали виджемом тиви эта акция шала как конкурс по всей россии давай что все кто видела встань этом реклама стань виджем им серии эта мечта была всех подростков но это невозможно вот особенно с периферии представляешь и я те клянусь я вообще не давал себе ни единого шанса потому что думаю я сейчас поеду в москву а там одни антон и камоловы везде будут 200 антонов камоловых стоять ну как как же я скромный парень сейчас там просто даже вообще попаду на этот кастинг а и тогда еще знаешь интернет был только в интернет-кафе я как бы а ну и это единственный был конкурс который официально на телевидении набирали людей хотя бы через конкурс который можно было найти в интернете но связи мне вообще никаких не было понятно ни одного человека в москве знакомого не было и вот эту акцию я нашел в интернете и решил поехать в москву подать как бы я привез вот такую стопку дисков со своими записями вот я прошел кастинг и мне сказали ты выходишь в финал это был типа июль месяц лето или июнь а финал должен был быть типа в декабре а мне короче то есть такая тема она вообще по жизни со мной я уже точно от нее никак не делать если что-то взбрело в голову мне это нужно здесь сейчас а я внутри уже все как бы понимаю ну я здесь москве чего мне отсюда уезжать и тут я соврал я им говорю вы знаете я ждать до декабря не буду потому что меня уже хочет взять с телеканал мус тв просто вот так вот молодец и еще один случай тут а ларс он уходит в декрет и у нее была программа двадцатка самых-самых они пиши но это не пилот ну короче очень просто я запрошу один раз записать эту программу я записываю программу и меня на нее утверждаю да а потом да я был я был очень хорош тогда сделаем небольшую передышку а потом потом было бодрое утро после антона камолова и ивана урганта который просто растоптала мою мою самооценку я понимаю что вот у меня очень хорошо дожди вот сейчас вот подожди подожди что ты такого сделал тогда на кастинге что тебя взяли очень хороший вопрос ты знаешь я не помню что я сделал просто я не помню память это стирает я имею ввиду вот как это я помню что там была сцена ты должен выйти что-то наверху то я себе рассказать потом там показать видео я уже толком даже не помню до память это все стирает я помню как я это делал я был человеком у которого не было вариантов это не пройти потому что для меня для меня варианта вернуться в свой город просто не было я прям что еду я вот я как первый раз вышел в москве на вокзале я просто увидел этот город я вдохнул я увидел этот масштаб огромный эти вот шестиполосной дороги дорогущие машины люди какие-то все такие я был господи это мой город я хочу здесь жить и я сделаю все просто вот все чтобы быть здесь и для меня это был шанс и как мне казалось тогда может быть это и правда так единственный шанс и я просто делал так что ну все вариантов нет то есть либо я как бы вот здесь умру и вы меня возьмете либо никак поэтому тут наверно просто все дело было во внутренней мотивации но не один такой был приехал вдох ты знаешь справа слева еще были заняты который выхозь знаешь самое интересное вот я как тебе говорил у меня был на такой внутренний комплекс провинциала я думаю что сейчас на кастинг будет огромное количество супер профессионных людей как оказалось реально на кастинге в москве наш видел всех до проходил был реально один человек который был мне конкурентов макс данилов который взяли ну который его как раз взяли на 100 он не обманывал вот это тоже прошел финал я действительно вот тогда у меня сама оценка повысилась потому что я подумал ну ничего себе я хорош но я не увидел просто к реальных конкурентов на кастинге но можете подошли сказали вот их просто вот но ты просто например у тебя внешность идеальная для этого канала вот вот эти page правильно про внешность я знал тогда потому что у меня она была немножко другая вы говорю у меня опять были в какие-то длины волосы я был загорел я даже типа качался этом какой-то модной одежде там и так далее про внешность я знал я у меня всегда как бы ну а ты знал что типа ты красавец я знал сюда что я внешне нормально у меня всегда были именно большие вопросы к тому ну что и они меня как бы да и до сих пор у меня они возникают поэтому вот я как-то к внешности именно серьезно как такой финальной ставки не относился потому что это все-таки не модельное агентство телевидение там нужно что-то кроме этого вот поэтому мотивация невозможно сделать шаг назад вот наверное это и определила и да и я и на самом деле часто люди которые куда-то пробуются чего-то хотят они слишком завышают иногда уровень конкуренции иногда то есть нужно абстрагироваться и если твое то твое просто сделать максимум здесь сейчас с тем что есть опять же есть факторы которые от тебя не зависит безусловно это без мнения людей о том кто кого они видят себе просто вот ты попал возможно именно в то видение как они себе представляли программ да но это все тоже было не так просто потому что опять же вот продолжая тему когда началась программа бодрое утро это был просто epic fail ну то есть настолько я хорошо говорил по суфлеру ну казалось тогда хорошо ну так скажем у меня получалось говорить по суфлеру и красиво выглядеть в кадре да а вот импровизационные какие-то моменты особенно рано утром это был тоже кстати прямой эфир я бы так сейчас хотел такой формат потому что на самом деле был очень крутой формат доброго утра там было несколько таких сцен у тебя был диван у тебя была кухня где приходили гости там можно было просто отрываться но я настолько внутри зажимался почему первое у меня не было опыта ведения то подобные программы объективного не было то есть есть такие самородки наверное как муж сегодня не разу как иван который но опять же я не уверен что он прям он кажется самородок но у него еще был опыт но я так понимаю что он вел различные китом корпоративы и так далее вот у меня такого опыта не было то есть мне был исключительно к телевидении такие суфлерные какие-то дела или еще что то есть импровизация никогда не занимался и мне это не давалось это было первое второе на меня давил груз ответственности что для меня это по программу какие-то шелест и комолов там потом орган с кем-то то есть на меня это тоже давило я психологически такой податливый на эти дела третье у меня была партнерша которая как бы не тянула меня не подтягивала меня а гасила и за счет этого конечно она ну как бы выглядела круче и это было понятно что я сейчас тоже себя иногда ловлю на мысли что когда приедет приходит совсем свежий соведущий это как в армии тебе немножко хочется его тебе надо сдерживать себя чтобы его не гасить но это такое уже благородное поведение самое главное заблуждению тех кто ведет в паре что ты за счет того что ты кого-то как бы поддеваешь и засаду лучше на самом деле это не всегда так потому что пара смотрится хорошо когда на друг друга именно гармонизирует и подтягивает то есть они когда синергия вот это случается когда они вместе такие что-то вывод высекают эту искру и основная думаю что самый главный момент был в том что я только приехал в большой город ну а для меня в котором мне никого не было не было друзей и вот это вот все очень сильно на меня давило не то что еще не получается и так далее то есть ну и плюс как бы мне просто нужно было время и как оказалось этого времени мне нужно было очень много то есть это произошло вообще все не быстро что дальше было дальше было много программ на mtv в разные разные степени успешности стал своим уже там ну да я стал на какое-то время своим но все равно до конца я себя своим там не чувствовал потому что все время у меня опять же к себе были претензии ну то есть я я никогда не могу обманывать себя то есть если что-то делаю хорошо для меня первый показатель это мне понравилось вот если мне понравилось мне сколько людей не подойдут не скажут я такой ладно а если мне не понравилось хоть мне тысячи человек скажет что хорошо я в это не поверю вот как бы такая специфика поэтому там было больше такой действительно борьба за выживание момент когда я почувствовал себя более-менее уверенно уже как ведущий музыкальный канал это было уже на мус тв потом когда я перешел то есть там как-то меня уже взяли как человека более-менее узнаваемого было какое-то другое отношение ну это что как звезде как более такое уважительное менее снисходительное и там я провел просто к целую кучу каких-то хороших проектов ну знаешь бывает вот когда идет легко так как в отношениях вот что-то идет не то не так через пень-колоду знаешь здесь а на мус тв у меня просто полетела то есть мне давали все проекты которые могут быть самые рейтинговые самые хорошие и там уже более менее я почувствовал себя в своей тарелке все мечты сбывается если такое что на телеканалах ведущим платит немного рассчитывая что их зарплата это их статус имидж и репутация который не получит после эфиров абсолютно точно да и расчет на то что у тебя будет корпоратива халтура вот и все да так ну так это и работает но это не всегда это же не работает как часы у тебя могут может быть в месяц там несколько таких подработок а мы бывали у меня времена когда мне по полгода не было вообще ничего и ты живешь на одну очень маленькую зарплату которого только вот интересно сколько платят служи я скажу тебе так тогда по всегда моя зарплата на музыкальных каналах равнялась сумме аренды моей квартир вот просто всегда почему-то это совпадало начиная с первой квартиры которая снял в бутово вот она стоила вот как первая зарплата на мтв 400 долларов то было вот всю жизнь я помню что все все зарплаты я давал на аренды квартир поэтому вот а ну таких причем скромных однокомнатных но суть не в этом ты сергей даренко говорил замечательную фразу говорит они не понимают что мы настолько любим я люблю настолько свою профессию что я сюда буду приходить даже если не 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 будут платить я недавно подумал смог бы я работать и бесплатно на телевидении я думаю что да это не значит не обращение но это любовь профессия ты немножко про другое а по поводу работы на телевидении я тоже для себя недавно такое нашел ответ на вопрос что так притягивает в телевидении это то что каждый раз особенно если прямой эфир или там если ты работаешь где-то на публику я меда кита мероприятий вообще в профессии ведущего что что круто крутого потому что это каждый раз ты проживаешь микро жизнь в этом эфире понимаешь это не просто ты пришел в офис и сделал еще один отчет и ни в коем случае с них не хочу когда принесет работников которые работают в офисе я к тому что ты переживаешь такую каждый раз вот микро жизнь тебя это каждый раз микро микро выход в открытый космос понимаешь это как не знаю как вот боксер который выходит на ринг здесь сейчас грубо говоря каждый раз может умереть то есть он почему они так любят профессиональные спортсмены в этот момент потому что этот момент соревнований он как бы вот очень редко случается а у тебя получается этот праздник он постоянно то есть ты все время как на празднике ты должен постоянно здесь сейчас отдать все ты не можешь схалтурить именно поэтому это как бы вот это есть вот этот самый наркотик который людей наверное не знаю заставляет играть в театре в кино работать телеведущим ведущим иногда мтв мус тв и дальше это был первый канал до момент у меня был тяжелый кризисный когда я на мус тв понимал что наверное я типа выше не прыгну выше музыкального телеканала я ходил на разные кастинги и на тнт еще на кита шоу и мне вот вот должны были взять но не брали я как будто в тот момент я решил по-настоящему бросить профессию телеведущего да потому что я устал это был как ну как можно бросить профессии телеведущего когда ты уже ну смотри ярный человек три я как бы ну я не я не чувствовался супер популярным ну к то есть ведущий теле мус тв ну как бы это активе подходили на улице тимур 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 не было как супер то какой-то узнаваемости не было ну где-то среди молодежи было в москве вообще редко кто кому подходит там ну где-то в городах каких-то в регионах было но у меня самое главное я понимал что ну это не моя неполная реализация то есть но я помнишь в начале мы говорили о том что у меня всегда в голове было ну что олимпийские игры это первый канал грубо говоря чемпион мира это первый канал вот и ну до 1 канал было далеко а потом в какой-то момент когда я такой я бросаю типа и еду учиться в америку на режиссера типа все но перед тем как я уехал меня позвали на кастинг в доброе утро но так как я уже был настолько задолбанным у меня пряжу меня вот ну как тебе сказать за что эти 10 кастингов на телеканала тоже в утренние программы разные были и вот у меня был каждый кастинг такой типа все мы вас берем вот это самое кстати вообще стремное лучше бы сразу скажу что они у вас не берем это такой кей а мне прям все мы тебя берем окей мы оформляем документы все завтра пилот и в последнюю секунду мы вас не берем и у меня накопилось это критическая масса тебя не брания просто вот это уже вы меня просто я уже понял что все и когда я пошел на кастинг да на доброе утро я уже шел с мыслью о том что вообще пофиг как будет то есть вообще я помню что я по моему я прошел два раза 2 2 пробы были я помню что мне ну-ка так как я легко к этому отнесся я очень классно прошел я сам почувствовал блин как круто это вообще могла быть моя передача но я вышел и сразу это стер по что я понял сейчас опять начнется лет по полгода они меня берут не берут короче и я забыл вообще про этот кастинг вот клянусь просто забыл и уехал в америку и уже там в лос-анджелесе мне позвонили и сказали это был кстати очень прикольный случай за подписать я всю жизнь хотел работать на первом канале и тут мне звонят и говорят здравствуйте тимур а вы помните вы проходили кастинг доброе утро а это типа было больше полугода назад ну то есть вот срок от кастинга до решения типа был ну реально полгода может больше что потому что проходил осенью а мне позвонили весной я говорю знаете я очень рад но я в америке сейчас мне очень неудобно и такой что ты сейчас сказал то есть твоя мечта позвонила тебе это такой линии отказать приставишь это когда-да конечно все я сыну как бы я прилечу и все такое полно доброе утро и уже двенадцать лет доброе утро доброе утро доброе утро доброе утро доброе утро всем доброе утро дорогие друзья доброе утро я начал работать когда мне было 30 я в фильме говорю что ведь благодаря утру, как я составился. Сколько тебе лет? 41. 41 год уже? Да, да, да. Офигеть. Если долго смотреть Доброе утро, можно увидеть, как я лысею. Скажи, были ли те, кто пытался тебя, вот, какой-нибудь ведущий приходил на новый на кастинг, хотел тебя там... Наутре? Да, тебе так. А и я буду сейчас ведущим. Наутре, знаешь, как у нас получилось? Или ты держишь там место? Наутре получилось так. Помнишь, там был такой состав, ну, как сказать, можно более возрастной. Да. Александр Шербаков, Арина Шарапова, Валериса Вербицкая. Я так понял, что нами, кто пришел, я, Света Зейналова, там, Юлия Зимина и многие другие, нами решили сделать, как бы, такой, освежить этот состав. Я не чувствовал там, ну, не то, что конкуренции, потому что не было кого-то достойного. Атмосферы такой нет. Просто атмосфера конкуренции там прямой такой нет. У каждого своя роль, я так понимаю, у нас по этому принципу и подбирали. Я рискну предположить. У каждого свой амплуа и такого, как бы, прямого пересечения нету. И поэтому, да, не было такого, что какой-то ревности не было. Окей. Ладно, скажи. Вот ты работал на разных каналах. Да. Чем отличается твое видение на MTV, твое видение на Мостове, и твоя манера видения на Первом канале? У нас есть такое выражение, но не у нас конкретно, а у наших продюсеров, что вот сегодня надо выглядеть более федерально. Вот такой слов, федерально. Ну, то есть, типа, посерьезнее. Но в целом, в целом, вот круг вот этого сначала бодрого утра, теперь доброго утра, походу он просто замкнулся, гештальт закрыт. И сейчас, я в какой-то момент, когда со Светой Зиналовой, она тоже выпускник различных прикольных радио-шоу, таких, которые за гранью, и там, на максимуме, еще где-то, ну, то есть, человек тоже рок-н-ролльщик, грубо говоря, как и я. В какой-то момент, когда мы с ней ведем доброе утро на Первом канале, я реально понимаю, что это практически то же самое, что я мог бы делать на MTV. То есть, степень свободы на сегодняшний момент, она примерно такая. Единственная, конечно, вокабуляр, он же, то есть, те слова, которыми ты оперируешь в добромутре, это, конечно, не тот набор, который ты делаешь на MTV, ну, или там, на музыкальном канале больше, естественно, сленга, ну, и так, интернет-сленга. А на Первом канале ты делаешь все то же самое, но без сленга. То есть, вот ты это очень четко контролируешь. И это еще более крутая задача, все делать так же ярко, грубо говоря, по рок-н-ролльному, но с литературным языком. Что отличает хорошего ведущего от плохого? Ну, во-первых, я думаю, что есть, конечно, этого нельзя отрицать, по-любому есть врожденная харизма, но это как, знаешь, как сказать, тоже, опять же, сегодня будем вспоминать спортсменов, есть врожденный, талантливый спортсмен, но если он не будет впахивать на 150, он все равно не станет чемпионом. А зачастую тот, кто, у кого, допустим, таланта поменьше, но впахивает он больше, он и становится чемпионом. Точно так же, я в процентном соотношении не знаю, сколько должно быть врожденной харизмы, 90% или 10%, чтобы добиться успеха. Но если у тебя 10% харизмы, то ты, но она все равно должна быть, понимаешь, она все равно так или иначе должна быть, ее должно быть много, мало, но это первое. Второе, ну второе, это профессионализм, на самом деле, есть же и отрицательное баяние, ну то есть, да, есть у нас персонажи, сегодня достаточно знаменитые, которые работают на отрицательном баяне, то есть, ну грубо говоря, это такая антихаризма, то есть человек, ну если так подумаешь, он скорее неприятный, но ты его смотришь, значит, что-то выходит еще на первый план, что это профессионализм, ну то есть, человек это правильно говорит, у него есть энергия вот этой подачи, у него есть интеллект, у него есть образование, для меня вообще интересный телеведущий, ведущий, неважно, человек, который записывает в блог, подкаст, это тот, кто знает больше, чем я, вот если я смотрю на человека и понимаю, что все, что он говорит, он знает меньше, чем я, мне он сразу не интересен, в какой бы это ни было сфере, поэтому вот если телеведущий что-то говорит, и он, допустим, шутит прикольнее, чем я, ну или как-то не так, как я, там, он в какие-то, в какой-то, хоть в одном моменте он прикольнее, чем я, значит, ну как бы он мне нравится, но если я вижу телеведущего, который и не в этом пункте, не в том, не в третьем, не в пятом, не в десятом, как бы не лучше меня, я такой, ну... Камера, мотор, начали! Скажи, что говорили приятного, и расскажи, что говорили неприятного. С неприятного начну сразу, самое распространенное, и самое, что вот я никогда не понимал, это что я высокомерный мажор, который типа, ну он же видно, что он высокомерный, слащавый красавчик, самовлюбленный, а я вообще не высокомерный и вообще не самовлюбленный, ну пока, я надеюсь, ну это те качества, которые я не люблю, но мне так кажется, люди, которые знают меня близко, ну они, наверное, могут это подтвердить, поэтому у меня это все время так, а потом я общался с близким человеком, с женой, своей, я говорю, слушаю, типа, а я что, высокомерный? Ну да. Ты офигела, ты со мной живешь, ты реально высокомерный? Нет, мне так подружки говорили, я говорю, так может, ну, дело в подружках, но это смешно, это такое, а когда мне говорят, приятно, что, ну, чувствуется, что у него есть интеллект, образование, и что он очень интеллигентный, мне когда говорят, что я очень интеллигентный, я такой, блин, я вырос в самом плохом квартале Одессы, то есть я прошел, как бы, очень плохие компании, у меня, в целом, мои близкие друзья, это не самые интеллигентные люди, как бы, я не, и мне когда говорят, что интеллигентный, я такой, типа, что? А потом думаю, ну, наверное, да, у меня просто мама очень интеллигентная, она, как бы, меня так воспитывала, наверное, что-то в этом осталось. Очень важный момент в тебе, как ведущим, в том, что ты максимально, ну, как сказать, спокоен, на телевидении, это суперважный момент, и ведущие, которые начинают твой день, они тем более должны внушать это спокойствие. У нас, кстати, да, в связи с последними событиями, тоже, я так понимаю, были определенные мысли по поводу программы, ну, о том, что, типа, вот, как людей поддерживать, нужна она, не нужна, я думаю, что такие мысли возникали, в какой-то момент, но в итоге все сошлось к тому, что человеку важно, чтобы ему сказали, доброе утро, тем более мы в программе говорим всегда об очень простых вещах, очень приземленных, и таких очень, ну, по-настоящему добрых, ты знаешь, я в, у меня же, естественно, бывали кризисы внутренние, что, а, доброе утро, ну, во-первых, надоело вставать, во-вторых, хотелось чего-то еще, там, ну, я же достоин большего, и в какой-то момент, прошло еще какое-то время, ты знаешь, вот, надо научиться ждать, и я понял, я иногда прихожу в доброе утро, и такой, блин, какие, я говорю, прикольные, простые, но такие, как бы, добрые вещи, которые приятно говорить, знаешь, которые людям сейчас важно услышать, с простой легкой улыбкой, поэтому, спасибо за все. Скажи, сложно ли тебе вставать каждый день на программу Доброе утро, во сколько ты встаешь? Уже не сложно, потому что, знаешь, это как, опять же, про занятие спортом, это тот момент, когда, ну, сложно первую минуту. А сколько эфир начинается? У нас, у нас два слота эфирных, один идет с пяти утра до семи утра, а другой с семи до девяти, так, вот, ну, естественно, мой любимый с семи до девяти, потому что я могу встать, ну, где-то там, либо в пять тридцать, либо в шесть утра, я в целом приезжаю прям, я, мне пять минут нужно на подготовку, я приезжаю прям ко времени, то есть, я не люблю приезжать заранее. И, опять же, ну, вот, тяжело первую минуту проснуться, потому что такое, это всегда тяжело, не знаю, ну, вот, летом, конечно, полегче, вот, когда зимой тебе надо вставать, типа, там, в пять тридцать, все темно, ничего, как бы машины не ездят, снег, и темно еще прям, практически до восьми, до девяти утра, то есть, типа, в девять там расцветает, а летом попроще. Ну, это самодисциплина, я все равно, так или иначе, у меня режим сильно сдвинулся, я, естественно, даже, так, в выходные дни, когда ложусь, я стараюсь там позже 12, не ложиться, а так, в десять, в одиннадцать. Если в пять утра, то у вас вы где встать надо? Если в пять утра, не важно, все равно тебе хана. Все равно хана. Все равно плохо. Да, кстати, самое главное, не утро, то есть, утро, ты переживаешь на адреналине, ты в эфире, все круто, самое начинается печальное, после того, как эфир заканчивается, потому что у тебя, перед тобой еще весь день, а ты уже отдал все силы, и не доспал, и получается такое, ни туда, ни сюда. Как быть? Да никак страдаешь все время. Страдаешь. Страдаешь ради утра. Давай расскажем людям, они же не понимают, как это происходит. В пять утра эфир, тебе значит нужно проснуться, там, не знаю, в три. Чуть, ну, в три-тридцать. Девочкам, вот ладно мне, мне не нужно делать прическу, мне на грим уходит максимум пять минут, девочкам нужно прическу. А девочки сами себя гримируют? Нет, то есть, гример, то есть, они заранее приезжают. Такой же сонный гример, вообще, который проклинает жизнь. Ну, давай про тебя, вот ты проснулся, за тобой заехала дорогая машина, подъехала к подъезду, потому что в машине стоит кофе. Да. В моем паркинге, я езжу сам, хотя у нас есть такая услуга, нам предоставляют, не самые, недорогие машины, но не очень. Да. Ладно, не буду шутить, это корпоративная этика. хорошо, ты, в общем, я езжу на своей машине, да. Ты встаешь, поехал на своей машине, приехал. Ну, я выпиваю, если успеваю, я выпиваю воды, чашку кофе, кстати, последние там 12 лет, я экспериментирую, я испробовал все законные способы тонизации организма в 6 утра. Все. Давай перечислим, что работает, а что нет. Ну, первое, теплая вода с лимоном натощак. Хорошо? Работает, прям реально работает, лучше там, чем всякий кофе, чай. Ну, если вы любитель чаев, то какой-нибудь пуэр, но его надо правильно заваривать, вообще хороший китайский чай, это про церемонию, про заварку. Я его, естественно, закидывал таким комом в термос, заваривал, в итоге, короче, где-то ко второму часу это превращалось в такую вещь, что ты выпивал и просто ты отъезжал, потому что у тебя начиналась кружиться голова, поднималось давление, пуэр я отмел. вода с лимоном, сейчас не поверишь, струя бобра. струя бобра. Значит, струя бобра, это вытяжка, я, прикинь, это очень смешно, мне посоветовали друзья в зале, ну, которые занимаются там спортом, качкой и так далее, я говорю, слушай, хочешь как бы вообще не болеть, и чтобы постоянно была энергия, и тебе не нужны, типа, никакие там, вон там Алексей Бобер, Алексей Бобер, подойди к нему. Не знаю, как ты выдаешь сейчас из него, но действует круто. И они мне говорят, строй бобра, такой, строй бобра, я даже вбивать это стеснялся в этот, в поисковик, говорит, вот тебе, короче, заказываешь там, где-то они его добывают, где-то вот. Нет, подожди, это реально, это же моча бобра? Это, короче, не моча, и это секрет, секрет какой-то, каким-то, которым, наверное, он метит, территорию. Скорее всего, это, вот, из этого делают свечи, из этого таблетки, из этого делают настойку. настойка. Она охрененная вещь, потому что она дико классно отсказывается на иммунитете, там еще какое-то невероятное количество витаминов. Я не особо доверяю витаминам, потому что я покупал даже самые дорогие витамины, там прям реально там. Но есть всякие американские там кучи, да, есть американские, есть немецкие, но я от них не чувствовал вот такой, такой темы, как статус, значит, вы даже, мне кажется, нам немецкие таблетки не помогают. Струя бобра, наша отечественная строя бобра, что еще у нас, у нас струи бобра, рога, ну, кстати, олени, олени, морала, морала, это все вот, это, это тема. Вот, потом, значит, кроме этого... Подожди, ты просыпаешься? Да. Как ее принимать? Слушай, ее надо принимать очень осторожно, потому что я в первые дни, когда начал... натощак это можно делать? Я ее просто случайно чуть-чуть разлил, ну, просто вот чуть-чуть, микро капля попала, и мне в квартиру невозможно, невозможно было зайти, то есть, вонь страшная. Она сейчас стоит у меня в двух пакетах, я наливаю вот так вот по чуть-чуть в ложку, если капает, я сразу типа полчаса спираю. Ее разбавлять ничем не нужно? Нет, просто чайную ложку натощак. Натощак. Дальше, воду с лимоном сказал, лед замороженный, и умываешься ты, например, не теплой, не холодной водой, а льдом. Просто льдом максимально, пока там кубики не растают. В тарелку, да, и просто... Ну, просто вот так вот, умываешься этим. Еще вариант, ну, это такой экстремальный, я вообще люблю закаливание, ну, такое, закаливание light, я просто стою под очень холодной водой какое-то время после тренировки. Такая же история, какой-нибудь контрастный душ, утром просто ты вылетаешь. Всякие дыхательные упражнения. Что не работает, что... Что не работает. Что вот есть. Ну, естественно, кофе не работает. Давай не будем, да, вот это вот кофе, оно имеет какой-то накопительный эффект. Чем больше ты пьешь, он сжирает все больше энергии. Да, это как бы такой, типа, очень быстрый вброс, но и очень еще более быстрый откат. Поэтому кофе есть уже начинаешь пить, его надо пить все утром, и потом, если я все утро, например, пью кофе, когда заканчивается эфир, мне просто реально хреново остается, потому что я не могу и не спать, и не бодрствовать, это вот такой. Поэтому кофе на любителя. Ну, чьи какие-то легкие, а в целом вода и самонастрой. Ну, какое-то, наверное, ощущение того, что тебе нужно быть здесь сейчас, тебе надо собраться, все отдать. Чуть-чуть начинаешь, включаешься, говоришь, а потом у тебя же тело все равно разгоняется, 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 и уже дальше. Главное себя там отпускать, настроить. Бывают же моменты, когда, помимо энергии, что вот, ну, ты просыпаешься, и, ну, выглядишь ты, конечно, в зеркале не очень хорошо. Помимо еще вечером ты, возможно, у тебя была вечеринка, а у тебя с утра эфир. Я тебе скажу, да, ну, во-первых, в основном всегда ты чувствуешь себя не очень, даже если ты не пил. То есть к этому надо привыкнуть. Этот момент просто всегда надо перебороть. Это возраст. Это просто момент, что это утро. Это утро. А по поводу вечеринок, да, и такое бывает, но, в основном, чтобы хорошо проснуться, надо хорошо заснуть, это правда. Заснуть пораньше, не есть на ночь, и много не пить на ночь. Вот я в идеальном мире, в идеальной жизни, я там, типа, либо у меня интервальное голодание, это по 16 часов, грубо говоря, там, типа, в 6 вечера последний раз поел, в следующий раз ты поел в 10 утра. Идеально. Но засыпаешь, ты уже не голодный, и, как бы, поэтому не отекаешь. Были ли у тебя какие-то случаи, забавные или смешные, когда ты вечером решил вдруг потусить, а с утра у тебя эфир? Слушай, ну, случаи разные, но один я запомнил. Ты прямо из клуба, в студию Первого канала. У меня, знаешь, как было, у меня товарищ отмечал день рождения, а он, типа, масштабно так его отмечал, и я вызвал своему помочь, как организатор. И я сделал, как бы, главную ошибку организатора мероприятия, то есть я такой себе сказал, я пить не буду, потому что я за все отвечаю. Да. И в итоге, когда все прошло, я такой, блин, ну, надо же выпить чуть-чуть, а времени уже было прям, ну, поздно, типа, там, час ночи, то есть надо было выпивать, начать раньше, и раньше закончить. А так как я начал позже, то и закончил, соответственно, позже. И я, но дело было даже не в этом, дело было в том, что я почему-то перепутал время, ну, то есть, грубо говоря, мне нужно было там быть к 7, а я подумал, что мне к 8. Ну, я так подумал, и у меня это на подсознании осталось. И в итоге, я как обычно проснулся, чтобы ехать к 8, а мне надо было к 7. Короче, ну, вот, убираем разные там, а это, был еще какой-то очень важный день, а у меня всегда, вот, если какой-то важный праздник, я не знаю, там, день флага, день города, знаешь, у нас, типа, у нас, и все, и меня, и меня начинают наглядать, у нас праздничный эфир, все там начинают суетиться, а у меня как бы наоборот, я такой, ах, праздничный эфир, значит, типа, можно праздновать заранее, ну, не знаю, так получается, меня нельзя так настраивать, мне надо сказать, у нас просто эфир. Я, в общем, проспал, и в таком полуобранничном состоянии, я на огромной скорости лечу на эту студию, а студия находилась на ВДНХ, и это какой-то праздник. А я тогда усердно занимался бегом, и я вот, а, у меня еще были такие беговые часы, и они мне, у нас эфир, и сколько оставалось, и я просто по минутам, по секундам шел, и в итоге остается у меня, типа, там, до эфира, ну, грубо говоря, там, я не помню, минута 43 секунды, а я на входе на ВДНХ, я возненавидел ВДНХ, потому что это, оказывается, огромный парк, а мы стояли просто, типа, там, ну, там, где-то в конце, и я максимально быстро, вот так вот по секундам бежал, ну, знаешь, не просто легкая трусная, а максимально быстро, это так, что у меня закислись ноги, я не мог дышать, а прикол был в том, ну, у нас так стоит студия, я уже понимаю, что там, типа, там, 40 секунд, а для меня главное, вообще, не важно, ну, что я буду там, в одышке, там, не в гриме, мне важно, чтобы вот, ну, началась программа, все говорят, привет, я сижу в студии, значит, ко мне никаких нет претензий, ну, знаешь, грубо говоря, а вот, если меня нет, то все, значит, могут быть проблемы, потом надо объясняться с руководством и так далее, и я понимаю, что мне надо просто сесть в студию, просто добеги, Тимур, добеги, 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 а у нас, значит, я уже вижу эту студию, я бегу, а у нас в начале каждого часа, в каждой подводке, у нас, значит, есть такой кран телескопический, он показывает заявочный план места, где мы работаем, то есть, когда кран взлетает, это значит, что пошла, все, ведущий говорит, говорит, доброе утро, здравствуйте, мы работаем там на ВДНХ, просыпаетесь, и я бегу, и понимаю, что прям вот, летит, да, кран взлетает прям на меня, то есть, я понимаю, что сейчас в кадре, значит, моя соведущая говорит, здравствуйте, сегодня там день города, или там день флага, с вами там Ольга Ушакова, например, и бежит просто чувак, вот такой ведущий, я думаю, это будет просто эпик, ладно, ну, лучше так выйти, красиво, и вот, я добегаю, и понимаю, что просто кран репетировал, ну, огромный пролет, я такой, да, я сажусь, и мне такие, типа, не сажайте его, там режиссер качет, типа, не успеет он, я говорю, нет, я сажусь, мне вешают звук, и значит, типа, в кадре, и я такой, типа, говорю первую фразу, здравствуйте, доброе утро, с вами Тимур Соловьев, мы находимся на ВДНХ, и понимаю в этот момент, что вот я фразу сказал, а вдохнуть не могу, потому что я так сильно, ну, то есть, я даже не успел отдышаться, я такой, у меня такой просто ступор, и она и соведущая, она как бы, ну, все понимает, она меня раз такая подхватила, и все за меня договорила, я такой, ну, чтобы вслух не говорить, я пишу, типа, спасибо, спасибо, офигеть, офигеть, а если бы ты не успел, чтобы было, вот нет у тебя в студии, я не знаю, у меня, слава богу, такого не бывало, ну, ничего страшного бы не произошло, но, тебя бы не уволили за это, я думаю, ну, я надеюсь, что нет, я думаю, просто это какой-то момент, уже такого профессионализма, что вот, что бы ни произошло, но ты должен стоять в кадре, то есть, у меня в жизни, понятно, у меня было огромное количество, разных супер форс-мажоров, я не знаю, ты откуда ты летишь, прилетаешь, что ли, к эфиру, там, сломалась машина, утром я еду, просто на эфир бобах, лопается колесо, тебе надо тут же искать такси, машину бросать, то есть, ну, ты все равно успеваешь, а потом, самое интересное, этим история не закончилась, я, естественно, провел эфир, все, но я как бы жил все время в состоянии такого, что, мне позвонят, типа, и разнесут, ну, всем расскажут, что я опоздал, что я бежал, что это непрофессионально, и, короче, проходит, типа, день, и мне звонит руководитель, а он звонит мне прям, ну, прям, очень максимально редко, там, на день рождения, и, если там, что-то неприятное, надо сказать, хорошего, он не говорит по телефону, я такой думаю, ну, все, нет, сейчас, короче, будет, все выскажут, все, я такой, закрываю глаза, он берет, и у меня в телефон, Тимур, здравствуйте, ну, хотели бы вас поблагодарить, такая профессиональная работа, спасибо большое, руководство вам все передает привет, это был классный эфир, короче, спасибо, я такой, охренеть, круто, да, это было очень, это круто, меня отпустило, камера, мотор, начали, насколько сложно вообще вести прямой эфир, ой, что может пойти не так в прямой эфире, концовочка, слабаки, у меня ухо отпалилось, доброе утро, дорогие друзья, по поводу первого, насколько сложно, знаешь, ну, спроси у, не знаю, у врача, гинеколога или хирурга, например, спроси, сложно ли делать там на орту операцию, я думаю, что это невероятно сложно, но это его профессия, вести прямой эфир, вести весело, ярко каждый день, вне зависимости от того, что у тебя в жизни происходит, я думаю, что сложно, но это моя профессия, поэтому мне вот, я так вот прям не могу сказать, что это очень сложно, особенно не с чем сравнивать, но это труд, который забирает действительно энергию, чтобы выглядеть непринужденно, чтобы выглядеть весело, и чтобы всегда отдавать энергию. По поводу, что идет не так, практически на самом деле, всю жизнь все всегда идет не так, то есть прямой эфир, это в основном всегда трэш, потому что это прямой эфир, вот у нас был момент, мы просто на чистых прудах работаем, утро, представляешь, у нас тогда еще, кстати, не было охраны, это сейчас у нас поставили, вот там, три-четыре человека вокруг, и просто вот история, чистые пруды, мы идем, мы говорим подводку, доброе утро, с нами, перед нами идет стадикам, и я просто боковым зрением, вижу, что просто к нам ловится бомж, просто максимально грязный, бухой, агрессивный, а у нас, у меня вот так вот объектив, я понимаю, я не хочу, чтобы зрители увидели, что к нам ловится, и я просто вот так вот его встречаю рукой, и толкаю, и он падает, но рука у меня вот так вот где-то в объективе, никто не видел, что происходит, я дальше говорю, доброе утро, да-да-да-да-да-да-да, чувак лежит, и в этот момент, когда он уже упал, ну, я уже спокойно все это договариваю, он поднимается опять, и в этот момент у нас есть такая Катя, звукорежиссер, она такая русская женщина, она берет его обратно, укладывает, а я же это вижу все боковым зрением, как мне не спалить, не расколоться, да-да-да, это было очень смешно, и вот такого как бы много, это интересно, мы просто типа стоим, работали где-то, тоже чистый пруды, кстати, самое такое, какой-то трэш-место по съемкам, а получается мы, наша студия стоит лицом к церкви, большой, красивой церкви, и мы вот так вот сидим, и прям ровно за нами, вот так вот выходит бабка, а мы говорим, что это максимально не церковный текст, то есть рожом, и стоит бабка, и начинает креститься, а выглядит как будто она крестится на нас, вот, а мы как бы это, ну мы же не понимаем, мы же не видим, что она сзади, а мы просто слышим, что ржут все эти, вся режиссерская группа там ржет, угорает, и мы не понимаем, в чем делать, типа что с нами не так, а в итоге, короче, мы заканчиваем, он говорит, да там вообще посмотрите, типа там стоит бабка, вот такая крестится на нас, частый случай, это когда есть люди, которые типа видят, что они идут за нами, что идет прям эфир, и они прямо звонят, и видно такие, смотри, смотри, я сейчас пройду, таких было много. Звонят кому-то, чтобы их посмотрели по телевизору, смотри, смотри, я, смотри, я вот здесь сейчас иду, ну это как-то все без обида, но странно, мы таких выгоняем тоже, пытаемся, типа ребят, ребята, идти, но больше всего меня поражает, это насколько люди в своей голове погружены в свои дела, вот они идут утром на работу, и они просто не видят, что стоит огромная съемочная площадка, а у нас там наша передвижная студия, у нас огромные приборы, у нас люди вокруг звучат, и они просто вот так вот идут, и их так типа, алло, алло, и я понимаю, насколько люди проживают жизнь, не видя ничего вокруг, то есть они даже, ну то есть, я не говорю это о красоте природы, какое прекрасное сегодня утро, какой необычный день, это же все так, ну люди живут постоянно в какой-то гонке, работа, дом, работа, дом, они нихрена вокруг не видят, и вот я постоянно как в философской точке зрения смотрю, как вот просто куча народа ломятся через эту съемочную площадку и даже не видят, что, так это же телевидение, то есть что-то здесь снимают, то есть настолько люди погружены в себя, люди, смотрите вокруг, наслаждайтесь жизнью, каждый день вообще яркий, непередаваемый, есть классный спектакль, называется «Человек из Подольска», чувак упадает в КПЗ, и у него спрашивают, ну ты там из Подольска? Он говорит, да, ну и чем прекрасен твой город? Он говорит, я ненавижу свой город, я хочу вообще в Амстердам, и я вообще типа, вот каждый день я езжу на работу, ненавижу свою работу, ненавижу всю эту дорогу Подольска, а дальше начинается раскрутка, у него начинают спрашивать, слушай, а какого цвета дверь у тебя в подъезде, когда ты выходишь? Он такой, а вот ты когда едешь, вот в Подольске, вот там, грубо говоря, там на 10-ом километре, а ты видишь, что там стоит дом, он так прикольно сгорел, и он похож на лицо улыбающегося человека, он такой, да я вообще, ну то есть люди не помнят даже, какого цвета у них дверь в подъезд, люди не способны замечать прекрасно, короче, это про то, человек из Подольска, кто не смотрел, посмотрите, классный спектакль, о том, что нужно замечать прекрасное в каждой секунде твоей жизни, и в том числе программа, например, Доброе утро, меня тоже этому учат, потому что в каждой секунде, даже когда ты проснулся, стал не стой ноги, можно найти момент классного. Вот ты забыл текст, предположим, было такое? У меня не текст, я текст, так как я его не учу, поэтому я его и не забываю, я на самом деле не учу текста, я просто... Ты просто флёр? Нет, я просто знаю, допустим, я могу спросить, о чём мы говорим, и я могу рассказать, не знаю текст. Но вдруг Клин произошёл какой-то, бэм, всё, не знаешь, что говорить. Клин я не ловлю именно по поводу текста, по поводу чего-то. Я ловлю только, потому что текст я не запоминаю, я ловлю только по имена и фамилии, и даты могу. То есть ты можешь забыть имя, фамилию, дату? У меня самый большой страх в жизни, даже человека, который... Вот я сто процентов знаю, вот что ты Вадим. А я в прямом эфире, я вот знаю, что ты Вадим, я такой думаю, сейчас скажу, Вадим, а ты не Вадим. И у меня, короче, для всех такое, особенно чем выше человек, который, ну, грубо говоря, есть какой-то там народный артист. То есть вот у меня... Вот это мой загон. То есть я именно загоняюсь по именам и фамилиям. Ты себя коришь? Нет. Так как я человек, который съедал себе на протяжении огромного количества времени, я начал анализировать это чувство, чувство стыда и чувство самоедства. И понял, что это самое несозидательное чувство. Камера, мотор, начали! Сейчас время, когда каждый может стать телеведущим. Даже не телеведущим, да, а просто человеком, блогером, который может появиться в кадре, что-то вещать, что-то говорить. И неважно, есть у него опыт, нет у него опыта. Вот можешь себя проявить и показать. Отличную, отличную когда-то в интервью дал Гарик Мартиросян аналогию. Он говорит, представьте, что вот есть музыканты, которые играют в Переходе, а не музыканты. А есть музыканты, которые играют в консерватории. Ну, или где-то там еще на какой-то большой сцене собирают большое количество людей. И то, и другое музыканты. Вопрос в том, что чтобы играть в Переходе, ты просто вышел и начал играть. Ты можешь это классно делать. Но для того, чтобы у тебя выйти куда-то в консерватории, ты должен пройти хреновую тучу всего. У тебя должно быть образование, слух, невероятная практика. Телеведущий может вести блог и быть блогером. Ну, при разных обстоятельствах заданных и так далее. А блогер не всегда может быть телеведущим. Все-таки я рискнусь сказать, что телеведущий это элитарная профессия. В плане того, что огромному количеству требований ты должен соответствовать, в том числе уровню образования, уровню просто внешнему, того, что ты говоришь. Ну, то есть какому-то определенному профессиональному уровню ты должен соответствовать, чтобы попасть, ну, по крайней мере, на федеральный канал. У блогеров такого нет. Там дальше все решает уже твое личное обаяние. Это не значит, что блогеры не умеют вести. Есть огромное количество блогеров, просто талантливых, которые начинают и практикуют и делают это супер. Иногда лучше, чем некоторые телеведущие. Но я думаю, я думаю, что если мы сейчас с тобой, у нас были бы какие-то просто вот мы выпишем названия, я думаю, что блогеров миллион, ну, подкастов миллион, но тех, кто реально крут, их все равно единицы. Я думаю, что это как в любом деле. Все равно по-настоящему талантливых их будет немного. Их действительно немного, кого интересно смотреть. У меня то, что их огромное количество, ну, вот, а подписан я там на некоторых, на нескольких, например, или люди все равно не подписаны на всех, кто-то кого-то цепляет. То, что в целом сейчас стало легко вот так вот найти себе медийность. В этом есть и плюсы, есть и минусы. Плюсы какие? Что тебе не нужно проходить огромное количество каких-то редактур, кайсингов, как мы и телеведущих. Все-таки зависит от мнения начальства, руководства канала и так далее. У каждого свой вкус. Ты как бы можешь раз и напрямую найти свою аудиторию без посредника. А минус в том, что в таком потоке есть очень много халтуры. И чего-то действительно по-настоящему, как говорят сейчас, кринжового и стрёмного. Но в целом я отношусь к этому хорошо. Как ты относишься к телешколам? Реально ли отучившись в телешколе стать телеведущим? Да, большой вопрос. Отвечу, буду по частям отвечать. Во-первых, реально все. Реально через телешколу, реально через, не знаю, просто знакомство, реально через то, что ты стал блогером или сразу пришел на кастинг напрямую. В жизни все реально. Но так как я имею большой опыт работы с людьми, которые приходят в телешколу, так как я являюсь преподавателем школы Первого канала. Очень много я видел ребят, которые туда приходили. Имею опыт. Плюс у меня была своя школа, мастер выступлений. И сейчас она есть только в таком усеченном формате. Я работаю индивидуально, если кому-то нужно, лично занимаюсь. Но это, как правило, люди там, либо адвокаты, бизнесмены, еще кто-то, кому просто нужно научиться выступать где-то на публике. Но тех, кто приходят в телешколу, в основном, я могу вылезать, 90% людей, это не люди, которые хотят стать телеведущими, а которые хотят, типа, блин, а может попробовать пойти, поучиться на телевидении? Ну, типа, как экспириенс. Очень много просто девушек, которые там были секретарями, бухгалтерами, менеджерами, они такие, блин, прикольно поучиться, там, пойти, но все-таки новая компания. Это как такой нетворкинг, ну, или просто узнай, как хобби. По-настоящему же люди, которые прям приходят туда и хотят именно стать телеведущими, они ими становятся. Но это, мне кажется, это маленький процент. Вообще, когда человек чего-то хочет, ну, конечно, телешкола ему поможет. Скажи, пожалуйста, кто такой телеведущий? Ну, вообще, в моем, как это называется, в трудовой книжке написано ведущий программ. Человек, который ведет программу, человек, который задает настроение в зависимости от формата. То есть, если это доброе утро, ты задаешь легкое, веселое настроение. Если это новости, ты делаешь что-то серьезное. Если это развлечение, ты должен веселить. Если это стендап, люди должны смеяться. Чем прикольна эта профессия? Тем, что вот горизонта и вот какого-то предела вершины его нет. Во-первых, он вообще внутри тебя. Человек может вести одну какую-то программу, но в ней бесконечно может развиваться. Так же, как человек может вести много разных и не развиваться. Поэтому это просто та профессия, в которой можно расти бесконечно до старости. Ты можешь совершенствовать это, как бы, точить этот клинок всю жизнь до самой смерти. Поэтому за это тоже, наверное, я ее и люблю. И люди, которые занимаются, они из нее так просто не уходят. Чем ты отличаешься от других телеведущих? Ну, сейчас надо придется себя хвалить. Ну, вообще так, в целом, мне кажется, что я выгляжу просто органично. Я ничего, не делаю ничего лишнего, не изображаю ничего сверху. Я как будто вот, как будто какой есть, такой и есть. Я стараюсь так в жизни жить. Я вообще редко наигрываю, редко что-то про себя придумываю. То есть, мне кажется, что я могу быть максимально сам собой. И в общении с друзьями, с коллегами, с девушками. И в работе. Мне кажется, что вот какая-то легкость и, ну, как-то органичность, наверное. Я ничего не изображаю. И я не обманываю. Вот, то есть, я не, вот, сверху, что я не могу говорить то, чего нет. То есть, вот в этом еще момент. То есть, во все, что я делал, я верю. Камера, мотор, начали! Я тебя очень прошу пожелать нашим ребятам, которые смотрят, чего-нибудь мотивирующего, чего-нибудь хорошего. Я не скажу ничего нового. Это надо говорить в камеру, да? Какой же. Я не скажу ничего нового. Дорогу осилит идущий, путь там начинается с первого шага и так далее. Но это классный процесс, он того стоит. Этим стоит заниматься, потому что, когда ты владеваешь этой профессией, любой, будь ты режиссер, актер, телеведущий, не знаю, гример, костный директор, ты просто можешь получать от этого удовольствие. Вообще, самое главное в жизни от всего получать удовольствие. От каждого прожитого дня, от каждой прожитой минуты. И не жить только целями, потому что цель это всего лишь какая-то крайняя точка. Даже если в какой-то момент вам тяжело, вы идете, наслаждайтесь каждым шагом. Я вот когда бегал очень долго, там всякие полумарафоны, марафоны, мне тренер, когда мы первый раз побежали на длительную пробежку, мы должны были пробежать, типа, 30 километров. Для меня это было 30 километров, мы сейчас побежим, это, блин, три часа бежать, больше. Он говорит, вот самое главное, не думай о том, что тебе сейчас бежать 30 километров. Мы просто бежим, болтаем, просто думай о каждом следующем шаге. Поэтому думайте просто о каждом следующем шаге и не думайте о том, сколько вам всего придется пройти. Круто. Спасибо. Да. Спасибо большое тебе. Тимур, а тебе спасибо, что пришло к нам в гости. Спасибо за игру. Спасибо большое, ребят. Зовите еще, с удовольствием приду, а вам всем доброе утро и хорошего дня, малыши. Стоп. Было супер. Спасибо большое.